Сегодня во всем мире отмечают день борьбы с коррупцией. Его учредила Генеральная ассамблея ООН в 2003 году. В Якутии работа по борьбе с такого рода преступлениями это приоритетное направление прокуратуры. В текущем году ведомство выявило более 3000 нарушений закона. Свыше 500 должностных лиц привлекли к ответственности. Вместе с тем усиливается работа по борьбе с так называемой бытовой коррупцией. Для этого в законодательство внесены изменения, согласно которым взятка будет считаться преступлением, если ее размер превышает 10 тысяч рублей. Прокуратура республики просит жителей и гостей Якутии не оставаться в стороне и также присоединиться к борьбе. К примеру, если вы располагаете фактами о совершении преступлений коррупционного характера, при которых чиновники получают имущественную выгоду, об этом необходимо сразу сообщать ведомство. То же касается и предпринимателей. Если вам незаконно отказали в регистрации ИП или юридического лица, отказали в выдаче лицензии или совершили иные противоправные действия, что повлекло отказ от занятия предпринимательской деятельностью или убытки, об этом сразу необходимо сообщать. Только в текущем году прокурорами выявлено более 3000 нарушений федерального закона о противодействии коррупции. Свыше 500 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Для поддержания авторитета работы на данном направлении, в доверии граждан приняты меры по вычленению так называемой бытовой коррупции. В текущем году внесены изменения в уголовный кодекс, согласно которым взятка будет считаться коррупционным преступлением, если ее сумма превышает 10 тысяч рублей. Прокуратура республики просит жителей и гостей Якутии не оставаться в стороне от борьбы с коррупцией. Если вы располагаете фактами о совершении коррупционных преступлений, при которых чиновники получили имущественную выгоду, предлагаем вам сообщить об этом прокуратуру республики Саха-Якутия. В Якутии стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Современная пациента-ориентированное здравоохранение. Возможности и перспективы». Ее посвятили 90-летию городского здравоохранения. В ходе конференции главные врачи ведущих медицинских учреждений Якутии представят опыт работы по организации доступной качественной медицины в свете указа главы республики от 22 августа 2016 года. Главное, конечно, в этом указе – это пациента-ориентированность. Поэтому мы должны сделать все, чтобы пациент, который пришел к нам в больнице, он чувствовал себя комфортно, благополучно, чтобы он мог пройти все исследования и лечение без очереди в наиболее таких комфортных условиях. Одним из важных элементов, конечно, является вежливая медицина. То есть нам необходимо разработать стандарты, научить, обучить врачей этики и диетологии в вежливом отношении и спрашивать с них за это. Ну и, конечно, очень важный вопрос – это связанный с разрешением конфликтов.